Гость народной волны. Хороший гость. Общительный гость. Еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа. И я с удовольствием хочу представить мою гостю. На самом деле она представляет целый отряд радиослушателей, лояльных радиослушателей, которые давно и надолго привязаны к нашему радио, для которых программы, которые мы делаем, являются частью жизни, может быть, слишком пафосно, но, как мне кажется. Это правда, на самом деле так. И вот это такой крик души. Обращение, с которым, да, кстати, зовут Светлана Абрамова, музыкант, замечательный педагог музыкальный. Спасибо. И она попросила время, там несколько минут в эфире, для того, чтобы обратиться к вам, к радиослушателям, ну и мы не могли отказать ей в этом. Во-первых, здравствуйте. Здравствуйте, Сережа. Здравствуйте, рад вас видеть в нашей студии. Я тоже очень рада. Чаще всего мы встречаемся на всевозможных мероприятиях, на какие-то, я имею в виду, там, митинги, ралли, или в поддержку Израиля, или еще что-то вот таких, потому что Светлана довольно активный член нашей общины. И вот на этих мероприятиях мы чаще всего и встречаемся. А сегодня мы вот встретились в нашей радиостудии. Дорогие дважды мои соотечественники, извините, что я буду обращаться к написанному, потому что мы сделали это экспромтом, так как сложилась чрезвычайная ситуация. И я бы хотела вот зачитать такое послание от всех людей доброй воли нашей общины. Для меня, как и для многих слушателей, радиостанция «Народная волна» — это не только источник новостей в мире, но и высокопрофессионального освещения и анализа подоплеки этих событий в наше тревожное время. Когда многие основы цивилизации переворачиваются с ног на голову, вам это хорошо известно. Оружием для этих перемен являются средства массовой информации. Я бы их назвала средства массовой пропаганды дезинформации и одурачивания, как это нам знакомо по нашей прошлой жизни. От этого мы убежали, уезжали, увозили своих детей, внуков, а теперь им промывают мозги своими бредовыми человеконенавистническими идеями. Сегодня весь мир охватила волна антисемитизма до такой степени, что даже депутат Конгресса Илана Мар предложила решить эту проблему простым путем — прекратить существование государства Израиль, то есть государства, где живут наши дети и родители у многих, родственники, друзья. Радионародная волна, как ни один русскоязычный источник информации в Америке, противостоит этой заразной самоубийственной интеллектуальной эпидемии, я бы сказала. Мы должны быть благодарны команде Народной волны за их работу, за приглашение великолепных политических аналитиков и журналистов из Москвы, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Нью-Йорка, Израиля, не говоря об остальных нужных нам программ. Для многих из нас передачи Народной волны стали ежедневной потребностью. Сегодня над Народной волной и над нами, я бы сказала, слушателями, нависла тяжелая туча возможной потери всего этого. На сегодня еще неизвестно, или это умышленное лишение, саботаж технической возможности радиотрансляции по политическим, идеологическим мотивам, или действительная поломка оборудования на транслирующей станции, что точно известно, это тяжелые финансовые последствия для нашей радиостанции, грозящие ее закрытием. Я обращаюсь ко всем, кому дорога радиостанция Народная волна, к тем, кто, как и я, считает, что в единении наша сила. На протяжении всего своего существования Народная волна была нашим другом. А сейчас, сегодня я призываю всех радиослушателей помочь Народной волне финансово выстоять в навалившейся угрозе. Ради свободного будущего наших последующих поколений. Это необычно благотворительный акт. Это вклад. Вклад в нашу собственную многонациональную общину. Ваши пожертвования в любом размере. Пожалуйста, присылайте чеками, не чеками, любыми монетарными средствами. По адресу 310 Melvin Drive, офис 17 Норсбрук, Иллиной 60062. Также я укажу фонд aiefund.org. Там также есть кнопка Donation. Хочу также сказать, значит, имейл, по которому вы можете пересылать свои послания. И если какие-то есть вопросы, обращайтесь, пожалуйста, по телефону в студию Народной волны 847-480-0023. И также есть имейл info at, ну такая собачка, radio-nvc.com. Спасибо вам большое за внимание, и я надеюсь на вашу солидарность. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!